И растет, растет мастерство спортсменов, уровень, вообще боевом самым в целом. Могу сказать, что дагестанцев два финалиста. Вчера у них стал Али Султан, занял серебряную медаль с Вячеславом Манином. А сегодня Гасанхана Прусуан, чемпион Европы 2009 года, вошел опять в финал в тяжелых боях. Играет, передвигается с приседаниями. Мачаев Мурат тоже талантливый спортсмен. Причем за последнее время он сильно прибавил. В том году он был пятым-шестым. А еще годом ранее был бронзовым призером. Был бронзовым призером. Он сейчас дебютант в финале чемпионата России. Очень хочет быть чемпионом мира. Он, впрочем, как один и другой. Я думаю, что сегодня в зале 32 спортсмена приехали. Вот они все, я думаю, хотели быть чемпионами мира. И еще те, кто не сможет пройти ситу отборочных стартов, я думаю, это уже. Это лучше из тех, кто хотели. И может быть те, которым чуточку больше повезло. Хотя, как говорится, везет только ситами. Конечно. Для того, чтобы чуточку повезло, нужно проделать громадную работу. И вылить ни одной вид работы. Это спортсмены, тех, кто тренируется, они хорошо знают цену этим медалям. И цену этому финалу на чемпионате страны. Замечание в синему с точки зрения арбитра. В любом случае, субъективное мнение. И надо кому-то наказывать. Они вот уже полторы минуты. Сейчас надо. Сейчас я бы наказывал красного, потому что красный ничего не делает. Хотя Синьи тоже передвигается представными шагами. Синьи тоже имею, Максим. Уже пора от разведки картинных действий. Вот. Хорошее движение у Мачаева. Перешел на хороший вид. Подушающий прием. Мне кажется, это оценка. Вот Шамиль Альбатыров. Нам показывают двукратный чемпион России. Был представитель с республики Дагестан. Он является также тренером Гасанханова. Руслана. Мне кажется, было все-таки технические действия. Бал. Ошибается арбитр. Он синему дает. Вообще было красному. Не тот рукав. Не тот рукав. Вот. Да-да-да. Я думаю, сейчас судя поговорят. Поговорят. Сейчас судя посмотрит повтор. Блата сейчас технический арсенал позволяет обеспечить соревнования камерами. Можно посмотреть под разным углом. Смотрите. Да, конечно. Со стойки технические действия, но саз, бал, железо, бетонный. Тут явно видно, что это синяя. Ну вот разобрались, видно по жестности. Согласны, что с синем мы так чуть-чуть просто запутались. Сегодня был тяжелый день, судьи тоже устали. Очень много нервных, напряженных схваток. Конечно. Утомительно. Будешь такую нагрузку, причем пресень со стороны зрителей, со стороны представителей. Ну, Руслан сейчас пойдет в атаку, ему надо активизироваться. Он тоже хочет выиграть путевку на чемпионат мира. Вот он начинает рисковать. Причем, нежелательно лезть с Гасанханом в плотную борьбу. Он ее хорошо чувствует. Мачаеву надо бы работать на дистанции. Начинает, по-моему, выходить за ковер Мачаев. Желает выйти, но нет. Вот колено проверяет. Активно. Активно зарабатывает. Нет, нет, нет. Мачаев отдал ему захват, отдал уровень. Опасная ситуация. Сейчас получит замечание за пассивность. Не разобрался. Он был, конечно, совершенно несправедлив. Арбитр. В чем Кирилл и Сергей. Что-то стал 1-1. И качество. Качество все-таки пока на стороне. Красный ведет по качеству, потому что у него оценка за технической технической техники. Это синий. А синий. Все запутались. Кто же бросал, бросил все-таки синий. Качество на стороне синего. Что-то ребята зациклились на одной борцовской технике. Цена вопроса. Не хотят рисковать. Очень хотят поехать. На моей памяти, кстати, поединок 2010 года между этими спортсменами на чемпионате России. В финале встречи, счет встречи был 6-6. Победу объявили сначала Мачаеву, Мураду. Но потом судьи все-таки разобрались. И буквально минут только лишь через 30. Помню, помню. Отнесли изменения и Гасанханову Руслану отдали победу. Это было в Краснокамске. Краснокамске, да. Я помню, был 30-ти градусный мороз. В зале было не совсем. Один жарко, да. Не холодно, но тем не менее. А, или не 10-й, а 2009-й, наверное. Нет, нет, это был 10-й год. В Краснокамске. Да, 10-й. Вот хорошо вошел Руслан, но бал. Почему-то судья оценил 2 балла. Бросок был на живот. Начал атаку синий, да, но все-таки красный. Еще взял на удержание, но одна ошибка. Мурада стоила ему, как бы, вот насколько он хочет выиграть золотую медаль. Нашел в себе силы уйти. Вот бросился в атаку сначала Мачаев, а его прекрасно сконтрил. Руслан. Ну, Руслан начинает прибавлять. Руслана характеризует очень большую целеустремленность. Он очень много тренируется на сборах. Когда он находится на сборах, он больше всех тренируется. Очень молодой спортсмен. Он, по-моему, 20 лет. 21 год. Причем бросок из партера не оценит. Да, и судья еще может дать замечание на бросок. Бросок из партера не оценится на спину. Здесь судья почитал, что бросок не на спину. А еще сюда. Вот, посмотрите, тут в адреса. Это какая-то секретная техника. Руслан сам, наверное, не понял, что сделал. Причем примечательно, что Руслана тренирует. Переходит на рычаг. Руслан тренирует его собственный отец. Собственный отец. Ну, такая семейный клан, так сказать. Ну, это какая-то сек... Вот, отец. Отец, кристос, не рискует. 10 секунд остается. Просто глупость, конечно. Показывает такую оригинальную технику. Нет, там ничего. Бросок из партера. Это движение, которое не оценивается. Да, не оценивается. Ну что, поздравляем. Поздравляем Дасанханова Руслана. Золотой медаль на чемпионате России. Но, тем не менее, у Мачаева прогресс. Он оказался в финале. Побиться за звание чемпиона Европы, это тоже очень престижно. Да, и я думаю, что он зря сейчас немножечко так расстроен. Это он поднялся сейчас на очередную ступень. Никогда не был в финале. Молодец. Вообще, молодец. Большое достижение. Молодец. Конечно, расстроен. Спасибо. 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 Спасибо.